Общественники обвинили главу Новосибирского района в махинациях, а прокуратуру в коррупции с требованием объяснить, кому достанутся земли, предназначенные многодетным и почему не выполняются майские указы президента. Люди вышли к зданию областного правительства. Их выслушала и Светлана Шуваева. Еще недавно огромные земельные участки по всей стране не имели четких границ, кадастровых номеров и юридического статуса. Это так называемые неразграниченные земли. С 1 марта этого года все они перешли в распоряжение муниципальных образований, но не в Новосибирском районе. Его администрация успела до этого срока раздать тысячи гектаров в бессрочное пользование, под строительство спортивных объектов и автостоянок. Забирали даже землю, уже отданную льготникам. Однако Бормотов устроил суды и отбирает эту землю. У нас лес хороший. Он лес этот тоже отдает садоводству. Люди уверены, запланированные спортивные объекты – фикция. Никто не будет строить бассейн или теннисный корт в поселке, где живут 150 человек. Дорогая земля под Новосибирском рано или поздно уйдет под коммерческую застройку. Нам тут говорят, есть один закон, есть второй закон, есть третий закон. Нет, закон один. И мы добьем, чтобы закон был правоприменим на всей территории Новосибирского района. Не может быть закон избираться, исходя из своих пожеланий. Вот тут мне нравится, и такой закон будет. А тут мне не нравится, только игра на перске с законом, она доводит до Цугундера. Чиновники районной администрации парируют. Многочисленные проверки нарушений не находят. На сегодняшний день около четырех проверок, запросов и наших ответов, и, соответственно, проверок были прокуратурой проведены. Около восьми обращений были от различных органов государственной власти, помимо прокуратуры. И также сегодня в судебных инстанциях находятся эти дела, по семи из них вынесены решения в нашу пользу. В ответ общественники обвиняют чиновников и прокуратуру в коррупции. И несоблюдение майских указов президента. Землю должны получить в первую очередь многодетные. Ну когда вот чисто моя семья... Вы интернетом пользуетесь? Пользуемся. Моя семья попробовала, многодетная, попробовала обратиться к вам, чтобы получить земельный участок. Нам отказали. А почему? А потому что земли нет. Как фамилия ваша, скажите? Чапова. Чапова. И вас даже в очередь не поставили? Не поставили, не в очередь. А основания все были, да? Да. И не поставили. Не получив ответов, активисты подписывают петицию губернатору, прокурору и обещают, что следующим шагом станет митинг, куда пригласят всех льготников Новосибирского района. А их в очереди на получение земли сейчас не меньше пяти тысяч. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев. Новости РНТВ. Новосибирск. Новости РНТВ. 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 Новости РН